добрый день хотелось бы пару слов сказать про бланк заказа я его немножко изменил надеюсь он стал удобнее опишу какие его части для чего служит ну и так верхняя шапка это нужно для вас это ваша внутренняя информация в принципе здесь может все меняться под вас по вашим требованиям все может быть изменено дальше записываем параметры рецепта правый глаз левый глаз сферы цилиндр оси добавочная сила до адидация призма если вы знаете что такое базовая кривизна тоже в общем можно указывать и есть параметр диаметр линзы вы указываете либо диаметр линзы либо заполняете вот эти данные которые позволяют на заводе рассчитать необходимый диаметр линзы и облегчить вам работу и в том числе это полезно когда у вас линза какой-нибудь ее части имеет положительное значение то есть либо это положительная линза либо линза может быть сама зона для далее может быть отрицательно положительным быть уже зона для близи если в любой части линза положительная хочется сделать как можно более презентабельной как можно более тонкой изящной можно указать параметры линзы, тогда все это на усмотрение завода будет сделано. Дальше идет список дизайнов линз. Если мы говорим про прогрессивы, вы ставите галочку напротив дизайна прогрессива. Здесь же есть минимальные установочные высоты, доступные для данного дизайна. Выбираете их. Здесь у нас монофокал, бифокал, здесь офисные линзы. Если вы заказываете спортивную линзу или какие-то дополнительные условия, здесь, пожалуйста, я прошу вас вписывать. Ниже прошу вас вказать материал. Пожалуйста, указаны доступные материалы. Можете поставить галочку, если нужна фотохромная линза или поляризация. Ну, например, если у нас один индекс материал в индексе 1.5 и нам нужно коричневый фотохром, именно еще экстраектив. Ставим галочку здесь, ставим галочку здесь. Дальше выбираем покрытие. Все покрытие доступное для вас. Ниже параметры окраса. Градиент. Сплошной окрас. Пишите цвет. Пишите интенсивность. Зеркальное покрытие. Ниже вот, извиняюсь, ниже, если мы указываем, выбираем опцию прикал, то мы указываем здесь межзрачковое расстояние монокулярное для правого, для левого глаза. Установочная высота для правого, для левого глаза, для правого, для левого проема ободка. Параметры оправы. Ширина проема светового, да, этот параметр. Высота проема, световая тоже, обращаю на ваше внимание. Размер моста, да, это расстояние между линзами. Все это, все это вы указываете. Дальше я прошу вас посмотреть на оправу и какую форму световой проема она имеет, указать. Либо здесь напишите, пожалуйста, цифру, либо просто введите пожирнее тот проем, который показался вам правильным. Дальше для линз, учитывающих параметры посадки, прошу вас указать фонтоскопический угол, панорамный угол, вертексное расстояние и есть еще параметры вертексное расстояние в пробной оправе. Если необходимо, заполните его. Дальше прошу поставить тип оправы, металлопластик, леска, винты и минимальная толщина по краю линзы. Когда это нужно? Когда у вас оправа, например, безободковая или на леске, да, и ваш мастер говорит, там, девчонки, изготовлю для вас все, что угодно, но, пожалуйста, край линзы должен быть не тоньше, чем 1,8 миллиметра. Вы пишете край 1,8, соответственно, в самом тонком месте после обточки линзы мастером линза будет 1,8. Или, например, там, случай, приходит клиент и говорит, девчонки, ношу только индекс 1,5, 1,6, либо не могу себе позволить, либо не хочу, но у меня оправы все время ломаются, очки ломаются безободковые. Сделайте линзу потоньше, а вы вставите ему здесь минимальная толщина края, допустим, 3 миллиметра, и все будет хорошо. Спасибо!